Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресение всех святых. Как уже было сказано сегодня на проповеди священникам, это воскресение Святая Православная Церковь учредила ради всех тех святых, имен которых мы не знаем. Наверное, не секрет, что многие святые не прославлены Церковью, но это не умаляет их святости. Как многие герои на войне совершают великие подвиги, но при этом имя их нам неизвестно, имена неизвестны. Вот человек совершил подвиг и погиб, и без вести оказался пропавшим, и никак не зафиксировано, не засвидетельствован этот великий какой-то подвиг. Таких случаев сколько угодно. И в армии есть даже такое выражение, такая поговорка, наказание невиновных, награждение непричастных. То есть в этом есть некий такой сарказм, некая такая горечь. Но это да, это бывает, отражает действительность. То, что касается, конечно, духовной реальности, здесь все по-другому. Здесь непричастных не награждают, потому что это благодать Святого Духа. Дается она, конечно, даром, как благодать дается даром, но есть такое выражение стяжать божественную благодать. Что значит стяжать? Ну, значит, обрести, да? Обрести, усвоить себе. И так вот многие святые, которые стяжали эту божественную благодать, обрели ее и были погребены. Многие из них подвязались к безвестности. На самом деле мы знаем только малую толику. Вот сейчас откроем святцы и увидим там десятки, иногда двадцать, иногда тридцать святых бывает, особенно когда включаются святцы, новомученики, исповедники Церкви Русской. Конечно, мы увидим огромное количество святых, но это малая толика от тех святых, за которых мы сегодня с вами, которым мы сегодня совершаем словословие и молитвы. Потому что что говорит святитель Тихон Задонский по этому поводу? Что истинно работающие Богу благоразумно скроют себя от людей. Их подвиг будет растворен смирением. А смирение, оно что? Оно скрывает себя. Это свойство смирения, неотъемлемое свойство. Оно скрывает себя. И поэтому, как сегодня читалось в апостоле, многие, которых весь мир не был достоин, скитались по горам, ущельям, пропастям земным, для того, чтобы совершать подвиг в тишине, в безмолвии, в Исихии. Хотя, конечно, многие из святых жили, что называется, на юру, то есть, как бы на возвышенном месте, то есть, в самой гуще людских движений. И достигали святости очень даже незаметно. Были очень тихими людьми. Никогда не скажешь, что такой человек достиг святости, потому что человек всегда смотрит, скажем так, лицеприятно. И если у человека вид такой, борода густая, вид такой, знаете ли, молитвенный, то к таким людям мы притягиваемся. И бывает, это совпадает, святость и такой вот вид. А бывает совсем по-другому. Человек может и неопрятный, и так и выглядит не очень, так скажем. И как-то говорит иногда, невнятно. Вот был такой святой Иоанн Шанхайский, сан-франциский, знаете, слышали, наверное, читали его житие. Это святой, современный нам, но который жил, как древние святые. Он не спал, никогда не ложился в кроват, спал только в кресле, иногда немножко мог задремать и так далее. Совершал великие чудеса, был великим чудотворцем. Но когда вот слушал его проповедь, половину слов разобрать невозможно, потому что у него от постоянного поста челюсть очень плохо двигалась. И тем более, что у него не было зубов практически совсем. Представляете себе, да? Это святитель, архиепископ, великий, который ходил босиком, и когда ему благословили на синоде, нехорошо епископу ходить босиком. Что же вы? Теперь надо носить обувь. И он благословился смирением и всё время носил обувь в руках. Ну сказали носить, он носил. То есть вот такой удивительный... То есть видите, святые они все были разные, и не всегда, ещё раз говорю, их вид был такой. Но тем не менее, вот это вот юродство, или вот эта вот какая-то тихость, Алексея Мечёва вспомним, священника, который служил в храме один после своего преемника, несколько лет, пока храм не наполнился молящимися. Вообще один служил. И все люди удивлялись, что там служба идёт, священник один. Один так оставался, второй, третий. Сначала из любопытства приходили, потом больше, больше. И потом у него была огромная община в Москве, огромная. И многие люди притекали тогда, и годы-то были, лихолетие, 20-е годы, притекали к нему для того, чтобы утешиться, чтобы получить совет. Скромный абсолютно человек, совершенно ничего такого в нём выдающегося с виду не было. А скольким людям он помог? Вот такие святые, такие наши святые, великие святые наши. И не только наши. У нас ещё будут святые земли русской просидевших. Хотя и на Санкт-Франциске, хотя и русский святой, но именно там трудился за пределами нашей державы. Но многие святые, и монашествующие, и миряне, жили точно так же во Вселенской Церкви. И вот сегодня все мы их прославляем. После Троицы этот праздник. Почему? Потому что все святые достигли святости в благодати Святаго Духа. Именно Дух, благодать Духа Святого за их труд, за их труд, постижание этой благодати даровала им святость. Святость не есть абсолютная безгрешность. Может, кто-то об этом не знает, об этом тоже стоит сказать. Потому что святой человек до конца дней, до конца жизни борется со своими немощами. До конца жизни. Дневники Анны Кронштадтского почитайте, поймёте. До конца жизни каялся перед Богом и было в чём каяться ему. До конца жизни. При этом был святым и великим чудотворцем. Потому что немощи часто как-то не оставляют человека, потому что таким образом Господь попускает, чтобы человек смирялся. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Очень много светильников, очень много святых столпов, казалось бы, падали из-за искушения числа им и гордыни. А когда какие-то немощи оставляются, тогда такие не сильно прегрешительные, скажем так, условно, тогда у человека есть ещё предмет борьбы его, он смиряется, понимает, снова у него не получилось, снова он снова кается. И таким образом до самой смерти он является таким искусным, полным сил воином. И так отходит ко Господу, как горящая свеча, который готов стяжать божественную благодать и готов сразиться с врагами супостатами, с врагами нашего спасения. Вот это святость, это святость. Поэтому мы сегодня вспоминаем всех-всех святых, почитая, преклоняясь перед ними, потому что понимаем про себя, что мы далеко не те. Далеко не те. И эта память должна нам служить примером, напоминанием того, кем мы должны быть. И вот сегодня Господь в своём Евангелии говорит о том, что так вот, если обобщить эти слова, да, о чём Господь говорит, кто любит отца или мать, более меня, не достоин меня, братья, сестер, детей и так далее. О чём он говорит? О том, что любовь к Богу это высшая любовь, к которой мы должны стремиться. И в этой любви к Богу мы будем способны на великую, огромную любовь уже к своим близким, к матери, к отцу, к детям и так далее, и так далее. Только в этой любви мы сможем любить по-настоящему, потому что очень часто наша любовь, можно назвать нашу любовь переодетым эгоизмом. Когда мы любим себя, тех людях, которых казалось бы, и из-за этого их иногда, особенно родители, дети, такая вот проблема постоянно, мы их травмируем, пытаемся навязать то, что человеку совершенно не подходит. Ну и так далее, тут можно много приводить, всевозможных примеров. Так что вот эти выводы мы должны о себе делать. И еще очень важно, почему мы должны так любить Господа всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей. Почему? С одной стороны, только поэтому мы сможем как самого себя ближнего полюбить, как я уже сказал, а с другой стороны, да потому что Бог любит нас больше, чем и мать, и отец, и дети. Бог дает нам жизнь, а родители являются только вратами, так ведь, этой жизни. Он дает нам не только земную жизнь, но и небесную, вечную жизнь, паки бытия. То есть мы рождаемся однажды здесь, на земле, а потом уже никогда не умираем. Все, вечность нам открывается, все, мы вечные существа. Как же за это Бога не любить? Он дает нам такую великую возможность стать богами по благодати. Если Бог дает, если мать и отец дает нам пищу земную, а Господь нам дает дыхание, и если мы одеваем своих детей одежды, то Господь сотворил нам сердце, через которое мы можем называть Авва, Отче. Имеем возможность видеть Бога в своем сердце. Вот за это мы должны безмерно любить Господа, который предал себя за нас. Поэтому Господь говорит, кто не возьмет креста и не последует за мной, тот не достоин меня. Так что возьмем свой крест, он, поверьте, не тяжелый, он тяжелый только тому, кто себе это внушил. Возьмем свой крест и будем унывать, будем лить Бога всем сердцем, и тогда Господь дарует нам любовь и к нашим ближним молитвам всех святых. Аминь. А причастники, послушайте благодарность на молитву по святому причине. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе,